здравствуйте дорогие друзья нам природа подарила пару дней вот такого бабьего лета тепло солнышко наверное это специально для таких как я которые не успевают сделать все вовремя в саду и к нам сразу начали поступать вопросы а что можно еще посадить в октябре потому что в садовых центрах продолжают продавать всевозможные растения и в контейнерах растения то есть с корневой системой саженцы да и луковичные какие-то а можно ли сажать потому что вот у нас нижегородской области уже были довольно серьезные заморозки у нас погибли однолетние цветы большинство у нас уже погибли георгины на растурцы бархатцы хосты уже значит все листочки у них повяли то есть это говорит о том что вот уже заморозки были достаточно серьезные но почва она еще остается рыхлой теплой податливой и это вполне такое приемлемое время для посадки еще и саженцев из контейнеров и луковичных культур вчера это было у нас 11 октября мы посадили несколько деревьев мы посадили декоративные яблони сосну ель рябину пересаживали кустарники свои то есть это с открытой корневой системой получилось да и вот для таких пересадок и посадок октябрь и еще вот это вот середина октября это совсем не поздно это нормально при температуре почвы плюс 5 градусов идет нормальное образование корней и растения успевают ухватиться за почву особенно как я подчеркиваю это с закрытой корневой системы саженцы в горшочках так теперь а вот что касается луковичных культур их огромный выбор еще сейчас и большие скидки вот мы сажали с вами уже немножко раньше вот этот голубой лук я посадила уже вот такие нарциссы но буквально это вот вчера позавчера это у нас вот сегодня такой подарок после реально холодной погоды когда мы ходили в шапках в варежках и в сапогах с носками шерстяными вот то есть я знаю это уже опыт мой показывает что при таких посадках в октябре все успешно приживается и цветет дальше что я вам еще хочу показать дорогие друзья на что не очень часто обращает внимание посмотрите вот так называемые ботанические тюльпаны это мелкие тюльпанчики у них и луковка маленькая то есть по сравнению с обычным тюльпаном это луковка совсем совсем крохотные вот зацепился хвостиком она всего два с половиной но не больше трех сантиметров и сейчас я вам покажу для сравнения нормальные луковицы которые вот смотрите вот они да вот такие луковицы маленькие о ботанических тюльпанов что в них хорошего а их можно сажать вдоль дорожки где-то как бордюрчиком на передний план кломбы можно посадить можно где-то в ракарий на альпийскую горку их пристроить то есть вот такие вот тюльпанчики они природного вида и очень украсят ваш сад такими своими маленькими цветочками а вот у них цветы мелкие действительно и невысокие но они очень выразительны потому что вот посмотрите на этот например тюльпан здесь у него такая пурпурная яркая окраска и желтая серединка и действительно очень и очень ярко и выразительно смотрится дальше вот я с еще вам один тюльпанчик покажу это вот такой яркий у него тонкая цветоножка за счет этого вот знаете колебаний такие происходят у этого тюльпана когда немножко ветерок и он даже чем-то напоминает маки то есть вот это изящные очень растения не в пример тем тюльпаном большим срезочным который мы привыкли выращивать у нас в саду ну и конечно огромное количество крокусов вот смотрите я на что еще хочу обратить внимание мне тут вывалился из разорного пакетика тюльпанчик вот я покупаю сразу не по одной луковице вот их ну ну наверное тут 8 9 штук то есть это я сажаю сразу букетом чтобы было яркое цветовое пятно это раз а во вторых вот эти луковицы одного сорта они цветут в одно и то же время то есть это действительно получается пышный такой букет если вы покупаете по одной луковки вот есть у меня и остаточек тут забрала в одном магазине мне сорт понравился но к сожалению там была только одна луковица вот он такой необычной коричнево-красной окраски одна луковка всего когда я ее размножу чтобы у меня такой букет получился да поэтому вот всех призываю не покупать несколько сортов а по одной луковицы а купить сразу много чтобы это было красиво ярко чтобы это было выразительно вот именно цветовыми пятнами у вас в саду дальше еще какие луковичные культуры я себе приобрела вот здесь крокусы у меня желтые крокусы сиреневые вот они вот таких расцветочек крокусы полосатенькие так вот эти вот ирисы луковичные тоже еще не поздно сажать можно они относятся к более теплолюбивым растениям но все-таки они в продаже есть и сажать их можно ну и конечно совсем меленькие вот такие растения это хианадоксы у меня несколько уже разновидностей они есть голубые они есть розовые они есть белые голубые еще есть однотонные есть с белым глазком то есть вот пожалуйста такие разновидности покупайте я не нашла для примера еще вам хотела показать что еще в наших магазинах вот тут поблизости можно покупать это птицемлечники сейчас осенью выращивают и высаживают дальше это пушкини это пролезки это мускари то есть вот такие вот цветочки мелко луковичные все можно сажать о чем я хочу сказать дорогие друзья сейчас же продаются и фрезии сейчас продаются гибридные анимоны которые относятся к анимонам корончатым а сейчас продаются тигриде откуда они взяли непонятно вот видела я в магазине то есть это вот растение последние которые я назвала они в нашей зоне не зимуют и там есть даже на обороте вот этих упаковочек иногда написано что посадка осенью дорогие друзья почему такая путаница а потому что везут эти луковицы из европы там теплые зимы там эти растения сажать можно и вот тигриде можно сажать и анимона можно сажать и они перезимуют ранункулюсы даже можно сажать а у нас это очень сильная зима она погубит эти луковки поэтому если вы их купили то оставляйте их зимовать в холодильнике либо в пакетике с торфом их поместите либо еще лучше это мох мох с фагном он сейчас продается в магазинах в небольших брикетиках пакетиках либо это на лесном болоте где-то на берегу можно набрать прям вот в сапогах это даже вы достанете все легко и свободно вот почему же такие вот рекомендации даются что сажать осенью а я говорю что сажать анимоны вот эти ранункулюсы и фрезии у нас нельзя а потому что переводные там инструкции то есть вот как в европе пишут а у нас взяли это вот и перевели на русский язык и там написали что сажают их осенью нет дорогие друзья вот сколько пробовала сажать не получается еще рекомендуют например сажать осенью гладиолусы это вообще тоже совершенно неправильно их можно оставлять не выкапывая в грунте в южных районах есть способ когда их укрывают то есть это место посадки где вот они у вас были посажены укрывают толстым слоем органики вот одна женщина писала что она накрывает ботвой всю ботву говорит какая есть вот я на это место георгин гладиолусов складываю и они у меня там прекрасно зимует опять же дорогие друзья это не наша нижегородская область это южнее все таки это южнее у нас с гладиолусами не получается теперь вот как нужно найти место потому что очень очень многие спрашивают а где их сажать все так занято дорогие друзья посмотрите какие маленькие луковки то тут они вот ну размерчиком всего один сантиметр в диаметре и столько же по высоте то есть вы это спокойно посадите где-то вдоль дорожки где-то между кустиками и пока ваши основные растения не набрали массу не набрали зеленую вот эту свою ботву то вот эти вот ваши мускарики и хианадоксы и пушкини они успеют отсвести и прекрасно у вас дальше будут развиваться вот смотрите да это у нас с вами вот эти вот тюльпанчики ботанические с красными алыми цветочками то есть это действительно вот я сейчас буду сажать вот где-то здесь теперь посмотрите еще одна вещь нужно так подбирать вот эти вот посадки чтобы дальше их закрывали какие-то другие растения вот у меня летом здесь разрастется примула она действительно такие дает большенькие листочки а вот эти тюльпановые листья которые будут ну желтеть тоже хотя вот у ботанических тюльпанов они тонкие эти листочки они не так заметно как у обычных тюльпанов когда там лопухи такие желтые стоят да нет они маленькие и вот за этими листочками примулы у меня как раз и спрячутся вот эти например листочки увядающие этих тюльпанчиков вот я сейчас здесь и взрыхлю немножечко и что называется просто под пальчик вот так вот что говорит как говорится под пальчик то есть вот я вот так вот пальчиком луночку там сделала небольшую и воткнула пальчиком луночку сделал вот так вот и воткнула опять видите я сажаю вот так букетной посадочкой то есть вот я в одно место сейчас каким-то закруглением тут сделаю букет у меня такая поляночка будет вот этих вот красных тюльпанов вот ну и дальше у меня там еще осталось штук наверное пять тоже я и здесь вот посажу еще один момент дорогие друзья на который я очень хочу обратить ваше внимание вот вы посадили зарыхлили и забыли а дальше вы можете это место нечаянно перекопать или захотеть посадить здесь еще что-то или просто банально вот вы идете с лопатой там что-то отвлеклись вам туда лопату вот на это вроде бы пустое место и воткнули вы можете повредить луковицу поэтому я вот по своему саду хожу и там где места посадки я обязательно ставлю колышки и все это какой-то веревочкой ниточкой обозначает что здесь у меня посажено иначе вот сама же я могу и забыть теперь что касается глубины посадки по правилу луковичных культур нужно сажать их на две-три высоты луковицы что это значит то есть на песчаной почве можно посадить поглубже на плотной глинистой почве можно посадить помельче а вот что называется две-три высоты луковицы вот посмотрите вот у этой луковицы тело само где-то сантиметра на три на три с половиной да то есть если вы умножите на 3 то это получится 10 с половиной сантиметров вот на 10 сантиметров луковицу тюльпанов и нужно сажать если у вас луковички вот такие маленькие как у хианадоксы это совсем там один сантиметр всего она и диаметре и по высоте то вот сейчас я эти три луковки возьму и покажу вам вот смотрите вот так они должны располагаться вот на такой глубине от донца должна быть вот эта луковка ваших и на хианадоксы то есть это где-то сантиметров 76 7 сантиметров да если они покрупнее естественно сажайте покрупнее то есть нет единого такого правила что хианадоксы сажают вот на такую-то глубину бывают совсем меленькие деточки продают и вы должны понимать что это нужно посадить их помельче иначе у маленьких луковок просто не хватит сил для того чтобы вынести качественный росток на поверхность а тем более если он еще и с бутоном будет точно также вот эти ботанические тюльпанчики они маленькие мелкие и вот это и другое я вам показывала тюльпаны да то есть это вот так это крокусы большая луковица было тюльпанов и это у нас тюльпан да то есть все зависит от величины луковицы они от вида тюльпаны сажают на разную глубину если это разные луковицы деточки тюльпанов тоже сажают мельче чем основные луковицы вот такие вот правила существует мы заговорили с вами о месте посадки часто жалуются на то что уже сажать никуда ничего не не могут все места заняты дорогие друзья вот я уже вам рассказывала что можно сажать между какими-то многолетниками весной пока эти многолетники не набрали растительную массу этим маленьким луковичным культурам хватит и света и место а потом они быстренько уходят потому что это все эфемероидные растения то есть у них над отмирают вот эти листики еще где можно сажать дорогие друзья в приствольных кругах деревьев а вот то понятие что приствольный круг должен содержаться под черным паром но это уже немножко устаревшие такое устаревшие рекомендации и я вот например в приствольных кругах всегда сажаю какие-то декоративные растения вот очень красиво смотрится эти мелко луковичные культуры весной и под яблони и под сливы они еще и цветут одновременно миндаль с тюльпанами вообще шикарно смотрится яблони у нас одевается листвой очень поздно и зацветает поздно то есть там вообще светло бывает под яблони и вот эти ваши мелко луковичные все культуры и хианадокс и пушкини и мускарики и тюльпаны с с ними они все успеют отсвести тогда когда много солнца они собственно говоря так природой и предназначены многие мелко луковичные культуры они цветут в лесу пока солнышко есть весной а потом когда уже становится тень от листьев они уже отходят и листочкам уже не нужно столько света вот дорогие друзья мы и посадим часть луковок в приствольные круги и весной посмотрим как они будут цвести